Ну что, я благодарна Богу за это радио, потому что своего часу сын узнал, что это есть радио, включил. Змышли, если так вымолвить, ну так, случайно. А святливый, будь ласка. Чудневецкая область. Ага, дякую. Да. И в итоге я спухаю, и так человек покаялся, такой был жестокий, такой был, знаете, против Бога, такой и то. Через радио покаялся? Да, да. Слава Господу, спасибо Богу. И он заболел, потом еще Бог дал, я позвонила в молитвенную линию, помолились за него, у него было давление 280 на 140, и я говорю, давай помолимся, позвоню, питаю в него. А он говорит, ну давай, давай звоню. Я позвонила, такий стан был, что неможливо его было брать, ну, потому что мы далеко живем в горах, от центральной улицы. И помолились, и Господь допомогла нам его довести в норму, в целосте, что он не отключался, ничего. Потом 12 дней полежала я с ним в лекарне, и он отдушал, не было в него ни вады, у него ногу выбрало, мову, рот выкривало, и око выкривало. Это все стало на месте, и 7 месяцев он еще прожил, и каялся, и каялся перед радио, он подъявил покаяние, и он падает, молился, и так через радио, я так думаю, что он получил спасение. Слава Богу, спасибо вам большое, Ганна, это для нас очень большое свидетельство, то, что мы трудимся на Ниве Божьей, и доходит всегда до спасения.